А в 1942 году в приюте «Русский дом» под Парижем, провинции, 23 декабря 1942 года в оккупированной Франции скончался великий русский поэт, переводчик Константин Бальмонт. Ему было 75 лет. Умер он от воспаления легких. Очень яркая, интересная жизнь, судьба непростая. Дважды покидал Россию во время революции первой. Не согласился с властью, потом при большевиках уехал. Он автор 35 поэтических книг, сборников, 20 книг, прозы. Блистательный человек. Во время похорон, как свидетельствовать, было несколько всего человек, приехавших с Парижа. Шел дождь проливной. И вот одна свидетельница говорит, что когда гроб опускали в яму, вода поднялась, гроб никак не хотел опускаться. Его держали палкой и засыпали землей. Вот такая жуткая сцена. Константин Бальмонт. Светлая память. Сегодня его день памяти. Хороший был человек. В следующем году отмечаем 80 лет со дня его кончины. Надеюсь, у нас в России его не забудут. Этого поэта никогда. Светлая память.